День добрый, любители распиленных масляных фильтров. Сегодня у нас на обзоре ФРАМ. Вот его номер PH5166. Шрифт нанесен как будто в стиле мана. Внешний контур более толстой краской, как выборка краски есть еще. Вот так вот. Есть бачкод. Получается он черной краской на черном фоне, поэтому плохо заметен. Но фонарика можно подсветить. Посмотреть вот. Фильтр свежий. Март 22 года. Внутри видно, что фильтр проходил опрессовку, поэтому осталось от технической жидкости немножко какие-то разводы. Ржавчину это назвать нельзя. Резьба на фильтре выполнена идеально. И накатка сама. Не особенно торец. Просто отлично сделана. Резьба три четверти. Обратный клапан, так называемый грибок. Шайба резиновая. Поджата катушкой. Так вот это выглядит. Есть довольно-таки приличный преднатяг на закрытие. Видео сложно это передать. Поджата в закрытом состоянии. Не довольно-таки хорошо. Сейчас попробуем что-нибудь показать. Вот так вот это выглядит. Есть пространство для открытия клапана. Как бы проблем нет. Есть, правда, отзывы в интернете, что эту шайбу бывает иногда разрывает пополам. Какие-то куски там валяются. Честно говоря, лично я такого не встречал в бушных фильтрах. Сейчас она не рвется. Но бывает, когда концентрация напряжения есть какая-нибудь маленькая заусенца там в резине. Надрыв какой-нибудь сразу легко рвется. То есть, как бы, разорвать не получается. Заливка герметиком отличная в фильтре. Каких-то проблем нет. Ни излишков, ни не проклея. Все он типично для Пурфлукса. Центральная туба. Пришлось немножко помять ее, поломать. Очень хорошо залито было. Пришлось приложить усилия. Ни заусенцев, никаких нет. Просто идеально изготовлено. Как уже заметили, наверное, перепускного клапана в данном фильтре не предусмотрено. Поэтому это идеальный вариант, если вы хотите помыть ваш двигатель какой-нибудь химии. Типа димексиды или прочих промывок. Здесь стопроцентная гарантия. Все, что отмоется, если забьет фильтр, если масло будет холодное. Перепускной клапан не откроется, ничего в систему не пойдет. Так что берите данный фильтр на вооружение, если он вам подойдет. Бумага в фильтре типичная для Пурфлукса. Шевронная складка. Или зигзагообразная, как еще называют. Площадь фильтрации 1414 сантиметров квадратных. Вес бумаги 17 грамм. Толщина 0,42 миллиметра. Просто удивительно, как в такого малыша запихались только бумаги. Так что честь и хвала инженерам Пурфлукса. Бумага рвется очень тяжело на разрыве. Видно волокнистая структура. Так что материал очень качественный. Если фильтр вам подойдет такой, если конструкции предусмотрены где-то в системе до фильтра, перепускной клапан возможно в маслонасосе или еще где-то отдельно ставится. Так что берите на вооружение. Фильтр просто отличный. Оценка 5 с плюсом. Рекомендован к покупке. Переходите по ссылке в описании. Будут другие аналоги в таблице. И ссылка на телеграм-чат, где можете задать вопросы по данному фильтру. Получите ответ, в том числе как скинуться на распил масляного фильтра. Пишите любой комментарий, я его сразу увижу. Постараюсь ответить.